МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генерал-лейтенанта генерального штаба Владимира Оскаровича Каппеля не стало 26 января 1920 года в 11 часов 55 минут в 17 верстах от станции Тулуна в районе Иркутска. Его кончина была зафиксирована в свидетельстве о смерти, подписанном главнокомандующим фронтом. Причиной смерти названо двустороннее крупозное воспаление легких. Это было утром рано или поздно вечером. Может быть, и вовсе не было. Хиолетовое небо и за просеявшим глетчером черный рокот океана. Владимир Каппель появился на свет в апреле 1883 года в Царском селе и был вторым сыном Оскара Павловича Каппеля, служившего в жандармском управлении и буквально накануне рождения ребенка, переведенного на новое место службы в город Владимир. Однако во Владимире семья прожила совсем недолго, всего полтора года, вскоре перебравшись в город Белев Тульской губернии, куда отец будущего генерала был назначен на должность помощника начальника Тульского губернского жандармского управления. Белев – это старинный русский город на левом берегу Оки, расположенный в сотне километров от Тулы и примерно на таком же расстоянии от Калуги. Маленький уездный городок с населением меньше 15 тысяч человек, где все друг друга знали и здоровались при встречах на улицах. Живописные окрестности, яблоневые сады и двухэтажный каменный дом, где прошло его детство. Таким запомнят этот город человек, сыгравший одну из ключевых ролей в событиях будущей гражданской войны. Человек, который, как и многие его современники, готовился жить совсем не для войны, о которой его земляки в Белеве и слыхом ничего не слыхивали. Но, кстати, в те годы, когда в Белеве жили каппели, он занимал второе место по экономическому развитию в губернии. И все за счет знаменитой яблочной пастилы, с которой в Белеве просыпались и засыпали, ели ее вместо хлеба и пили с чаем. Что же касается Владимира Оскаровича Каппеля, то эта пастила снилась ему даже тогда, когда он жил за сотни километров от города, в котором прошло его детство. Детство будущего генерала Каппеля рухнуло в одночасье. И случилось это в 1889 году, когда на семью одно за другим посыпались несчастья. 17 января скоропостижно скончался глава семейства, Оскар Павлович. Отныне осиротевшие мальчики остались на попечении матери, Елены Петровны, на плечи которой легли непростые заботы по воспитанию и устройству сыновей. Потом были Кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. Служба в Новомиргородском Драгунском полку и учеба в Николаевской военной академии. Первая мировая война и первые награды и испытания. Но не за горами были и другие испытания, куда более серьезные и требующие не просто силы упорства, но и всей жизни. Капель прибыл в Самару в последней декаде мая 1918 года и все время пытался связаться с семьей. Сначала он вызывал их к себе, а потом слал им телеграммы с просьбой оставаться на месте. Его просьбы были вызваны обострившейся ситуацией в регионе и надеждой на то, что власть большевиков в Поволжье совсем скоро падет. О противоречивости просьб Капеля свидетельствуют письма его тестя, одно из которых было написано 6 июня 1918 года. Как следует, из этого письма 2 и 3 июня родные Капеля получили от него две телеграммы. С поздравлениями и с просьбой оставаться в Перми. Однако почта работала из рук вон плохо. Тесть жаловался на то, что писем от Капеля они не получают, и даже о том, что он просил их оставаться на месте, они узнали теперь только из его телеграмм. Тесть рекомендовал зятю отправлять письма Волжским почтовым пароходам. Из этих редких писем Капель узнавал все домашние новости. Например, о том, что вскоре после его отъезда дом покинула вся домашняя прислуга, в результате чего всю работу пришлось взять на себя самим хозяйкам. Как это отражается на нашей жизни, вы и сами прекрасно понимаете, писал тесть. И распространяться здесь нечего. На обороте письма тестя была сделана небольшая приписка рукой его жены Ольги Сергеевны. Здравствуй, дорогой Вовочка. Не писала тебе, потому что совсем нет времени. Прислуги у нас нет, и мы все заняты работой по дому. Недавно привела Кириллу оспу. Он тяжело хворал, приходилось его все время носить на руках по дому. Теперь, к счастью, он выздоравливает. Оспа присыхает. Я страшно измучилась. Скорей бы к тебе. Дохранит тебя Бог. Целую тебя. Твоя Оля. Каппелевцы идут. Долгие годы имя Владимира Оскаровича Каппеля было известно многим поколениям людей, живших в Советском Союзе, только по этой фразе в фильме «Чапаев». Каппелевцы шли ровным строем. Шли до тех пор, пока анка-пулеметчица подпускала их поближе. Во всяком случае, именно так дело обстояло в фильме. А каким оно было не на киноленте, этого не рассказывали ни учебники истории, ни писатели, ни кинематографисты. В Самаре, куда Каппель прибыл еще в мае, был сформирован главный штаб, который разместился вот здесь, на углу Казанской и Воскресенской улиц, в доме Сурошникова. Начальником этого штаба стал подполковник Галкин, который имел признанные заслуги перед эсерами и осуществлял связь между российским и чехословацким военным командованием. Вся тяжесть к созданию народной армии легла на плечи нескольких молодых и энергичных офицеров генерального штаба, одним из которых и был Каппель. В начале июня 1918 года Каппель был еще подполковником. И в первый же день, когда было принято решение о создании армии, был вызван в штаб. В штаб он шел вот по этой самой дороге. Вот здесь остановился, вынул из кармана письмо жены, перечитал его. «Я так измучилась, скорее бы к тебе», – писала ему жена. «Да хранит тебя Бог». Он снова свернул письмо, положил его в карман и четким военным шагом направился в штаб. Но здесь, в штабе, Каппель находился совсем недолго. И прямо отсюда пошел в женскую гимназию, находившуюся совсем неподалеку, куда уже начали стекаться первые добровольцы народной армии. Никто не хотел возглавить этот малочисленный отряд, состоявший из необученной военному делу молодежи. Тогда вперед вышел скромного вида, никому неизвестный офицер, недавно прибывший в Самару. Ну что ж, если никто не хочет командовать этими юношами, то попробую это сделать я. И я буду воевать с ними против большевиков. Этим офицером и был Владимир Оскарович Каппель, которому совсем недавно, в апреле 1918-го, исполнилось 35. А 10 июня 35-летний подполковник Каппель был назначен командиром 1-й Самарской дружины. И вместе с этой дружиной он отправился на фронт бить большевиков, захвативших власть в его стране. В последние дни июля 1918-го года была завершена подготовка похода на Казань. Как вспоминали участники совещания о начале штурма города, пока шел ночной оживленный спор, Каппель сидел молча. Однако утром, когда разговор возобновился, и командующий, взглянув в упор на Каппеля, произнес, «Если бы я знал, что мои приказы будут исполнены, я железной рукой двинул бы отряда на Казань», Каппель спокойно ответил, «Все ваши приказы в этом направлении я исполню». 7 августа Казань была взята, но впереди Каппеля к его бойцов ждали не только победы, их ждали тяжелые бои, отступления и смерть, нашедшая у Владимира Оскаровича в самом начале 1920 года. Отпевали Каппеля в Тулуне, под Иркутском. Вечером 26 января под конвоем взвода, состоявшего из добровольцев Уфимского и Волжского корпусов, его тело было привезено на станцию, где была совершена траурная церемония. После этого гроб с телом генерала снова погрузили в вагон и повезли по железной дороге. На станции Иннокентьевской гроб был выгружен из вагона и помещен на сане. И так продолжил путь вместе с армией. Но при подходе к Иркутску выяснилось, что власть в городе перешла к военно-революционному комитету, что означало «к большевикам». Ранним утром 7 февраля по приказу военно-революционного комитета Иркутска был расстрелян адмирал Колчак, о чем большевики широко оповестили население города. При этом армия, обойдя Иркутск с юга, вышла на берег Байкала, которой ей предстояло перейти по гладкому льду при жестоком морозе. Все это время гроб с телом Каппеля был с отступающей армией. Когда из немог конь, который вез останки генерала, кто-то предложил опустить их в воды Байкала. Но благодаря одному из добровольцев, предложившему впрячь в сани свою выносливую лошадь, этого исхода удалось избежать. Потом была панихида в Забайкалье, путь до Читы и похороны генерала в Чите 22 февраля 1920 года. Без прицела и без промаха. А потом домой шажком. Но оглохшая черемуха не простит на дне морском. С вами был Михаил Перепелкин.